Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC с вами Таймур Атаев. И снова об ангажированности информации. Сегодня не в преломлении к Азербайджану, мы постараемся рассмотреть эту тему чуть шире. Отметим, что вчера организация «Репортеры без границ» опубликовали доклад о ситуации в области журналистики в 180 странах мира. В рамках нашей передачи мы не будем анализировать критерии, по которым одни государства вошли в топ-10, так сказать, другие оказались в задних рядах списка. И также мы постараемся обсудить несколько иные моменты, так как в преамбуле к этому докладу заключены очень своеобразные мысли, которые заставляют в буквальном смысле слова задуматься о дне сегодняшнем и завтрашнем. Ну, элементарно, кто сегодня все же определяет критерии того, что есть права человека или нормы демократии, имеется в виду ситуация в общем мировом плане в нынешнее время. С другой стороны, по какой причине одни и те же события, которые имеют место в различных регионах, совершенно по-разному преподносятся, да и воспринимаются в мировом сообществе. То есть, с одной стороны, это является как бы проявлением норм демократии и прав человека, с другой стороны, происходит в корне наоборот. Вопросов много, сомнений не менее, и об этом как раз мы постараемся поговорить сегодня с нашими гостями. У нас сегодня впервые подключился из Соединенных Штатов американский журналист Самсон Кацман. Ну, не знаю, вы нас слышите, Самсон? Самсон, вы нас слышите? Ну, пока, к сожалению, вот связь не налажена. Посмотрим, как получится. Ильгар Велизаде, доктор философии по экономике, политолог. Добрый вечер, Ильгар. Здравствуйте. И рады видеть вас, намек Майлим, чрезвычайно полномочный посол, доктор юридических наук, профессор. Добрый вечер. Добрый вечер. Самсон, как у вас связь наладилась? Вы нас слышите? Тимур, я вас очень хорошо слышу. Слышите ли вы меня? Прекрасно. Вот мы вас тоже слышим. Вы впервые у нас на нашем телеканале Сибиси. Мы рады приветствовать вас. Добрый вечер. Да, спасибо большое. Тоже рад всех приветствовать и видеть. Самсон, и первый вопрос к вам, как раз вот в преломлении к тому докладу, о чем мы сейчас вот в обводной говорили. Там конкретизируется такое понятие рост общественных разногласий. И подразумевается, что развитие журналистской мнений по модели Fox News. С учетом того, что Fox News это известный американский ресурс, на ваш взгляд, что здесь имеется в виду и почему именно Fox News вошел буквально вот в первый абзац этой преамбулы? Я думаю, что Fox News представляет такую консервативную традиционалистскую повестку. Именно потому его так окрестили, и я бы с этим не согласился. То есть у него есть своя позиция, у него есть свои ценности, которые он продвигает. Вы можете с ними соглашаться, вы можете не соглашаться. Но это часть тех сравнений, которые доступны. Ну тут какой вопрос? Дело в том, что Fox News, он в немалой степени же ассоциируется с президентом, ну с Дональдом Трампа периода его президентства. То есть это был один, как считали, из его рупоров. И с другой стороны именно Fox News подвергался очень большой критике со стороны оппонентов Дональда Трампа. Может быть именно в этой связи как-то упор делается на это? Да, я согласился бы с таким мнением. То есть я его понимаю. То есть на том фоне, что все-таки вот большинство медиаресурсов были под контролем, ну скажем, таких леволиберальных демократических сил. Fox News был один из немногих, кто представлял Трампа. И это еще очень разительно в связи с тем, что большинство социальных платформ, и Facebook, и Twitter, что это частные ресурсы, государство не имеет контроля над ними. Они имели, формально они имели право сделать то, что они сделали. Они забанили аккаунт Трампа, запретили ему выход на огромную многомиллионную аудиторию. Но они фактически присоединились к леволиберальным медиа. И в общем, именно поэтому особая цена была позиция Fox News. И для меня Fox News был одним из тех немногих ресурсов, который отстаивал точку зрения и позицию Трампа. То есть в любом случае получается, что здесь шла, ну с одной стороны, идеологическая борьба, а с другой стороны, уже фактически одни средства массовой информации, наверное, считали себя, ну скажем так, более правыми, нежели другое. И тут интересно, что это именно происходило в Соединенных Штатах и еще в период того, когда Дональд Трамп являлся президентом, причем это было даже не сказать, что незадолго до того, как стал вопрос об его импичменте. И в рамках того, что вот сейчас высказал Самсон Кацман, у меня к вам вопрос, Намик Майалим. Как раз мы говорим о росте общественных разногласий, о чем говорится вот в преамбуле к этому докладу. И там говорится о широком спектре различных каналов дезинформации, усиленной работы социальных сетей. На ваш взгляд, вот, что на данный момент может включать в себя понятие дезинформации, это во-первых. Но это мы, в общем-то, и понимаем. С другой стороны, кто регулирует, что вот здесь дезинформация, а здесь нет. Насколько сейчас человек, который вот читает какую-то информацию, ему говорят, что это фейк или дезинформация, он должен в это верить? Опять-таки мы говорим о критериях. Ну, подходить к этому вопросу, на мой взгляд, необходимо с нескольких, с учетом нескольких факторов. Ну, во-первых, прежде всего, в чем цель средств массовой информации? Цель заключается в том, чтобы объективно информировать мировое сообщество, в данном случае читатели или потребители этой информации, и доводить до них достоверную информацию о происходящем мире, о тех событиях, которые интересуют их читатели, их зрители или их потребители этой информации, короче. Это первое. Второе, мы говорим о том, что пресса должна быть свободной, СМИ должны быть свободными. Но понятие свободы, оно всегда относительное. Абсолютной свободы не существует, и максимальная степень свободы определяется тем, когда эта свобода начинает ущемлять права и свободы других лиц, будь то это физические или юридические лица. Близлежащих. Совершенно верно. То есть свобода, она не беспредельна. Свобода, она относительна. И поэтому она имеет возможность распространяться, расширяться и доходить до тех пределов, после которых она уже может затрагивать чьи-то интересы. И поэтому здесь, когда мы говорим о свободе СМИ, о свободе информации, то мы должны понимать, что эта информация не должна затрагивать чьи-то права, чьи-то интересы. И, наконец, третий фактор, который мы должны учитывать при этом, что правило, значит, кто заказывает музыку, кто платит, тот заказывает музыку. Но вот это получается в основе основы. Поэтому, да, ну совершенно прав наш друг из Штатов, господин Кацман, что все эти средства, они работают на кого-то, на какую-то политическую силу. А следовательно, они ангажированы, потому что они заинтересованы этими силами в том, чтобы проводить именно в жизни интересы этих политических сил. Они преподносят информацию в преломлении интересов этих политических сил. А это значит, что в данном случае потребитель информации не получает объективную информацию. Он получает ее в преломленном виде, в том виде, в котором, значит, заинтересована какая-то та или иная политическая сеть. Группа, какая-то группа. Поэтому вот эти три фактора, я думаю, они влияют достаточно серьезно на саму информацию, на позицию средств массовой информации, которые эту информацию доводят, и отражаются на потребителе информации. Потому что потребитель, получая недостоверную информацию, делает, соответственно, недостоверные выводы. И, соответственно, вот в жизненных процессах, в жизнедеятельности общества наступают те времена, когда действия членов общества, действия субъектов отношений, будь то это внутренние отношения или это международные отношения, действия этих субъектов основываются на недостоверной информации. И в конечном итоге это приводит к неправильным политическим решениям. Возможно, и непониманию, и с другой стороны, конечно, судя по тому, как вы трактуете эту ситуацию, просто фактически потребители просто могут подвести к той информации, которая нужна, ну, скажем так, заказчику. И как раз вот в этой связи, Ильгар Малим, у меня к вам вопрос в свете того, что говорил Самсон Кацман, и вот подтверждает как раз «Энамик Малим», Самсон обратил внимание на то, что были аккаунты заблокированы, но дело в том, что еще вот в 2020 году как раз основатель Фейсбука Марк Цукерберг, он впервые высказался о том, что будет проводиться маркировка страниц, которые, ну, находятся под подозрением о том, что вот тот или иной сайт находится под контролем, или та или иная редакция под контролем правительств. И причиной объяснила этих маркировок в том, чтобы пользователь как раз мог воспринимать, а кто есть кто и что есть что. А если же, говорит, организация, это он высказался, если организация посчитает неправомерным маркировку, они могут апеллировать к нам, и мы уже рассмотрим. И фактически получилось, что социальная сеть сама себя наделила полномочиями не просто, так сказать, лица или там юридического лица, который может блокировать или нет, и фактически судебный орган. Вот ваш взгляд на это? Ну, если вот продолжать тему, то фактически те организации, которые составляют эти индексы, они тоже себя наделили вот этими полномочиями составлять индексы, определять, что является, соответствует критериям свободы слова. Вы знаете, кстати говоря, если немножко отходить, отойти от непосредственной темы нашего разговора, вообще в мире очень много индексов есть. И вот есть, кстати говоря, такой индекс счастья. Вот очень удивительно, конечно, что такое индекс счастья. Как вообще определить счастье? Очень странно. Субъективное, конечно, понятие. Да, совершенно верно. Вот критерий определения счастья, что это такое? Понимаете, я вот специально, мне было интересно, я посмотрел, поискал формулировки. Я не встретил какого-то унифицированной формулировки, что такое счастье. Понимаете, каждый, скажем, ученый, психолог и так далее, трактует это по-своему. А представляете, какая-то еще есть организация, которая определяет индекс счастья. И вот в одной из формулировок я нашел для себя, счастье – это обилие локальных радостей при отсутствии ощущений неудовлетворенности автоматизма. Он же очень такая, значит, такая… Серьезная, серьезная, энциклопедическая. Да, серьезная формулировка. Ну, что такое локальные радости, как определить и так далее. Ну, с критерием свободы слова возможно. Есть определенные критерии, которые, ну, скажем так, подводят нас к каким-то выводам, что вот да, здесь свобода слова соблюдается, в какой-то мере свобода слова ущемляется. Но, опять же, очень много субъективного. Свобода слова в одних государствах, даже в одних общественных формациях трактуется по одному, в других общественных формациях по-другому. И какой-то усредненного подхода здесь не может быть априори. Конечно, это все инструменты, и это и используется как инструменты определенными политическими кругами для проведения своей политики. Подбежение каких-то своих идей, линий. Конечно, да, в этих случаях мы что наблюдаем? Когда, скажем, тайная сторона ставится в пример другой стороны. Если посмотреть на специфику этих государств, общественных процессов, которые происходят в этих государствах, они совершенно не сопоставлены. Как можно приводить пример, вот посмотрите, там, условно говоря, в Анголе, вот с критериями все в порядке, а там, допустим, в Танзании не в порядке. Ну, это же разные государства, разные процессы там. Поэтому я думаю, что это достаточно условные все эти индексы и все эти подходы. К большому сожалению, мы видим, как к ним подстраиваются политические интересанты, используя их в своих корыстных целях. И здесь как раз-таки другая картина наблюдается, очень неприглядная, когда вот подобного рода оценки выступают в качестве конкретного инструмента для конкретных политических шагов, для реализации влияния, своего влияния на те или иные государства. Здесь как раз просматривается вот к тому, что вы говорите, как раз-таки вот этот аспект социальных сетей. Почему сейчас это важно, и я пытаюсь вот где-то на это обратить внимание на основе вот этого доклада, потому что там тоже говорится о социальных сетях. То есть сегодня, можно сказать, общество находится вообще вот под давлением этих социальных сетей, тоже там маркируются опять-таки какие-то страницы, какие-то лидеры и так далее. И поэтому вот этот ангажированное, и как вы говорите, и как вначале отметил, и все-таки ангажированная информация, она и в нужный момент доводится до потребителя. Ну, совершенно верно. И здесь вообще целые институции работают над этим. Как формировать контент и даже социальных сетей, на какие моменты акцентировать внимание, каким образом это делать. Вот в социальных сетях есть такая опция, как реклама. И вот эти рекламные какие-то моменты, они обращают внимание пользователей социальных сетей на те или иные аспекты, которые, возможно, его не так интересуют, но они периодически всплывают там и фокусируют его внимание, акцентируют внимание, ну, и работают на подсознании. Это все есть манипуляция общественным сознанием, кстати говоря, тоже такой интересный феномен последних лет. И во всей этой сложности, значит, определять, скажем, выкристаллизовывать какие-то критерии и говорить, что вот здесь все нормально, здесь плохо, это достаточно сомнительная затея, наверное. Как раз вот к тому, что вы говорите, Самсон хотел бы еще раз послушать. Это все-таки очень интересное мнение изнутри американского общества, потому что если мы будем все-таки рассматривать ту ситуацию, которая имела место в Соединенных Штатах, почему она интересна и важна вот и в нынешнее время? Дело в том, что еще будучи президентом, фактически Дональд Трамп столкнулся с тем, что его блокировали, причем его сообщения конкретно назывались недостоверными. Это он еще был президентом страны, а у него среди подписчиков свыше 90 миллионов пользователей было. С другой стороны, уже в преддверии как раз выборов, именно что Цукерберг в одном из интервью сказал, что мы беспокоимся, что Трамп может использовать какие-то сервисы компании, чтобы влиять, ну как бы вести работу против Джо Байдена. Вот на ваш взгляд и ваше мнение вообще, вот внутри самого американского общества, которое всегда преподносится с точки зрения там соблюдения демократических норм, прав человека и так далее, насколько это воспринималось тогда, и есть ли какие-то изменения вот на сегодняшний день? Спасибо за вопрос, Тимур. Я сначала хочу прокомментировать, вот коллега совершенно правильно сказал, вот про счастье. Нет одного лекала счастья, то, что будет счастье и ощущение удовлетворенности жизни жителей Соединенных Штатов, то никогда не будет таким же для жителей Анголы, или я не знаю, там Гвинеи и Бесау. Теперь вот к вашему вопросу. Понимаете, социальные сети – это частная собственность, и поэтому с точки зрения формального закона тот же Цукерберг, он имел право так поступать. Ну, так же, как, понимаете, есть сеть частных университетов в Соединенных Штатах, и если вы попробуете, будучи преподавателем или студентом, делать что-то, что будет восприниматься в непринятой там политкорректности, то от вас найдут способ, как с вами поступить, и, возможно, даже вы прекратите быть работником этого университета, но это тоже частная организация. Значит, социальные сети имеют огромное влияние. Вот было сказано о том, что фильтруется контент, да, безусловно, он фильтруется. Этим занимаются огромные отделы, это уже у меня информация от людей, которые там работают, от инсайдеров. И, конечно, они имеют возможности формировать общественное мнение под ту или иную политическую силу, под то или иное политическое движение. Значит, что можно противопоставить этому в такой стране, скажем, как Соединенные Штаты, должно быть большое число социальных сетей, которые имеют возможность представлять альтернативные точки зрения. Но их же немало, их в целом социальных сетей немало как раз. Ну, их немало, да, но, допустим, Фейсбук, да, у которого... Или они как бы все работают в одном направлении все же? Ну, они стараются во многом соблюдать политкорректность. Социальная сеть, у которой, скажем, там 600 миллионов подписчиков, ее возможности влияют на аудиторию больше, чем эта вновь образованная, такая небольшая. Это определенный срок, определенная работа должна пройти к тому, чтобы специальная сеть заняла такое положение, как тот же Фейсбук или Твиттер. Вот в связи с этим есть надежды на вот то, что Илон Маск приобрел Твиттер, и что это будет такая платформа, которая будет действительно форумом самых разнообразных и необязательно совпадающих мнений. Вот это, я считаю, конечно, правильный путь, потому что социальные сети – это больше, чем средства массовой информации. И вот я недавно говорил с одним молодым человеком, который выискал очень интересную мысль. Он сказал, что отцы-основатели, которые создавали первую поправку Конституции, что если бы они жили в наш век, то, конечно, они бы постарались сделать все, чтобы социальные сети представляли весь спектр мнений, которые существуют в обществе, потому что это и будет наиболее соответствовать духу первой поправки. Но пока это не так. Вы говорите фактически, ну, назовем так, конкуренция в рамках как раз-таки норм демократии и той или иной социальной сети, естественно, может быть какая-то направленность. Да, разговор как раз о том, что это частная собственность, но с другой стороны, опять-таки, наделять и самих себя полномочиями, и в качестве даже судебного органа, допустим, тоже, опять-таки, с точки зрения того, что это частная собственность, это можно воспринимать. Человек может оттуда выйти, перейти в другое, но мы видели фактически, что вот эти и Твиттер, и Инстаграм, и Фейсбук, они фактически вот в тот период работали в одном направлении. Опять-таки, у нас получается взгляд своего рода на ангажированность. И как раз намекнули, с учетом вот вашего опыта международной деятельности, опять-таки, мы возвращаемся к докладу репортеров без границ. Там сейчас шла речь именно в преамбуле, действительно серьезная очень преамбула, о поляризации, поляризации мнений, поляризация средств массовой информации. Сначала там идет речь о том, что это внутри стран, а затем межгосударственные, и происходит асимметрия как бы в демократии. Вот такая примерно фраза идет с той точки зрения, что открытые общества и деспотические режимы. Опять-таки, мы приходим к тому, кто судья, и какое общество завтра может быть названо деспотическим. То есть, какие-то критерии общие вообще, вот с точки зрения международного права, если брать. Кто может конкретно на эту тему выдвигать свое мнение и уверенно, и при чем? Ну, с точки зрения права, высшим мерилом в оценке, скажем, исполнения права и высшим мерилом является суд в любом случае. То есть, если возникает какая-то проблема, то всегда надо обращаться по этому поводу в суд. Судебный орган является тем органом, который признается, в принципе, во всех странах и на международной арене в качестве органа, который призван осуществлять правосудие, призван решать, кто прав, кто виноват. С точки зрения того, что происходит в отношении мнений в обществе, это будь то внутри государства или будь то в отношениях между субъектами международных отношений, то есть между государствами, международными организациями, физическими лицами. Здесь, в данном случае, вопрос поляризации, он совсем не противоречит демократическим тенденциям. Он, наоборот, находится в рамках демократии. И вопрос в том, с чем связана эта поляризация, какие факторы влияют на эту поляризацию, насколько эти факторы объективны с точки зрения информации, с точки зрения действий тех или иных субъектов, и насколько эта поляризация может привести к каким последствиям? А можно поляризацию все же назвать конкуренцией своего рода? То есть это конкуренция идей, конкуренция мыслей, конкуренция взгляда на будущее? Ну, безусловно, потому что любой плюрализм мнений, любой, независимо от того, в какой степени эти мнения расходятся, он является конкуренцией, потому что если есть два мнения, это уже конкуренция мнений. Идеологический конкуренция, политический конкуренция. Все, это все охватывается этим понятием. И тогда еще сразу к вам вопрос, с нами, к Майлим. А вот то, что говорится именно об асимметрии, с точки зрения вот эти общества, скажем, считаются положительными, вот это общество деспотическое. То есть, опять-таки, любое государство можно подвести, вот то, что сам Сон Кацман говорил как раз вот к этому ранжеру. Ну, давайте будем рассматривать это на тех примерах, с которыми мы сталкивались. И после этого мы будем судить о том, что такое демократия, что такое диктатура и что такое объективность. Конечно. То, с чем мы столкнулись в конце 80-х, в начале 90-х годов. Идет оккупация азербайджанских земель, разразился конфликт на основе сепаратизма, а потом стремление соседнего государства отхватить часть нашей территории. В это время в отношении Азербайджана применяется поправка 907-я, закон о торговле принимается. И основанием для этого это агрессия Азербайджана в отношении Армении. Якобы. Якобы, да. Якобы Азербайджан совершил агрессию, и Азербайджан ведет агрессивную войну в отношении... То есть, меняется абсолютная асимметрия как раз и происходит. То есть, все с точностью до наоборот. Кстати, эта поправка до сих пор не отменена. Почему? Вопрос. Где здесь объективность, где здесь демократия, и где здесь, скажем, роль средств массовой информации? Где вот та свободная пресса, которая имеет место в демократическом обществе? И почему она по этому поводу молчит? Наша пресса по этому поводу не молчит. Она говорила, высказывала неоднократно свое мнение. Но была в одиночестве практически. Да, но она была в одиночестве. После того, как мы прорвали свою информационную блокаду, в которой мы оказались, что, кстати, тоже не говорит о свободе прессы, которая существует на Западе, потому что эта пресса молчала о том, что происходит в Азербайджане, и никакие посылы, позывы, обращения к ней не давали никакого результата. Просто то, что происходило в Азербайджане в связи с оккупацией нашей территории, просто об этом молчали. И никто ничего не говорил. К чему это привело? К тому, что конфликт затянулся на 30 лет. К тому, что имела место оккупация, к тому, что разрушена 20% территории Азербайджана. Никто этого не замечал. И, кстати, не хотят сейчас тоже видеть. Президент как раз... Я как раз об этом говорил. Николай Болеев говорил. Об этом говорил. Потому что и сейчас закрывают глаза. И никто по поводу этого ничего не кричит и не говорит. И эта пресса, свободная пресса, о которой говорят вот эти репортеры без границ, вот эта самая свободная пресса ничего не публиковала. Попробуйте сегодня вы попытаться опубликовать в одном из этих свободных изданий объективную информацию о том, что имеет место в Карабахе сегодня. Показать вот эти разрушения и сообщить, кто это сделал. Попробуйте опубликовать что-нибудь или довести вот эту информацию. Но как раз уже сколько времени идет разговор о том, чтобы пригласить сюда представителей ЮНЕСКО. И никак не состоится. Не каждый из них будет печатать. Не каждый из них опубликует это на своей странице или на своем сайте. И даст эту информацию. Почему? Как раз реальный пример. Если она свободна. Реальный пример. Почему, если она свободна? Поэтому здесь говорить о том, что вот эта пресса свободная, она, так сказать, позволяет себе объективность. Я бы постерегся. Здесь есть очень много проблем. Ну, допустим, в это время азербайджанская пресса дает объективную информацию о том, что происходит в этих демократических странах. Показывают случаи разгона демонстраций, применение силы, иногда несоразмерной силы в отношении тех или иных демонстрантов. Но этих фактов вы в другой прессе не встретите. Демократической. И это имеет, я думаю, что достаточно показательное значение. Ну, возьмите сегодня то, что происходит, скажем, в Армении. Мы свидетели тех фактов разгона демонстраций, которые сегодня имеют место там. И в том числе применение силы в отношении протестующих. Не все средства массовой информации публикуют эти кадры и эти факты. Опять столкнулись. Получается, вот то, о чем мы и говорим, что одно и то же событие можно варьировать с точки зрения преподнесения информации, да и восприятия мировым сообществом, к сожалению, уже в зависимости от того, в каком это происходит регионе. Как раз к тому, что вы говорите, еще хотел услышать сейчас Ильгара Велизаде, опять-таки вернуться к этому, к преамбуле доклада репортера «Без границ». Там речь идет еще и о так называемой трансформации средств массовой информации в стиле Fox News внутри демократических стран. И подчеркивается, что если будет развитие в том именно ракурсе, то это смертельная опасность, потому что она подрывает основы демократического согласия и общественных дебатов, то есть с точки зрения терпимости. И вот на ваш взгляд, если мы говорим о нормах демократии, то тогда в случае, если там носитель информации или какая-то информация, она не нарушает какого-то законодательства страны, как она может являться смертельной опасностью, опять-таки? Ну, это, конечно, достаточно умозрительный вопрос. Почему? Потому что на этот вопрос, наверное, составители сами не знают ответа. Я думаю, что вообще свобода прессы, она идет бок о бок со свободой слова. Невозможно говорить о свободе прессы без свободы слова. И в данном случае, конечно, каждый человек имеет право сказать в рамках закона то, что он думает и рассчитывать на то, что его мысли, его взгляды найдут отражение в средствах массовой информации. Регулировать этот вопрос очень сложно, как бы, вот опять же, умозрительно. Есть определенные законодательные рамки, которые регулируют вопрос. Там нельзя нарушать определенные критерии. И в рамках этих критериев можно, скажем, высказываться, можно свободно свое мнение доносить. Я, кстати, хотел бы дополнить ту мысль, которую сказал Намик Мелли, вот конкретным примером. Во время 44-дневной войны во Франции, конкретно во Франции, французская съемочная группа приехала в Азербайджан снимать соответствующий сюжет. Ну, а процессы, которые происходят у нас о бомбардировках, ракетных обстрелов со стороны Армении, этот сюжет сняли. С эфира сняли, с архивов сняли. Когда мы стали запрашивать, почему это сделали, вот в частности, представители съемочной группы говорили, что на нас оказывалось давление. Конечно, это ни со свободой прессы, ни со свободой слова никак не вяжется подобного рода отношений. Что мы сейчас наблюдаем? Когда вот эти сюжеты в то время проходили, это конкретика, да, мы говорили о том, что вот приходите, снимите, покажите. Нам говорили, что мы обязательно должны показать противные, мнение противной стороны, другой стороны, и рассказать о том, что они думают об этом же. Ильгар Малим, как раз, когда это касалось, ну, скажем, соседней страны, и снимались фильмы, и никто не приходил, не предлагал альтернативного мнения, скажем, по Азербайджану. И мы с этим сталкивались на протяжении не одного десятка лет. Да, я к этому и веду, что нам говорили, что мы должны показать мнение противной стороны. И доходило до абсурда иногда, в частности, обстрелы Гянджи показывали, а потом другая сторона говорила, что это не мы сделали, а кто это сделал, да, у нас вопрос возникал. Я думаю, что у нормального зрителя в тех странах, где эти сюжеты демонстрируются, такие же вопросы возникали. Хорошо, если обстреливали азербайджанский город, мирный город, как кто еще может обстрелять азербайджанский мирный город, кроме как непротивная сторона. Ну, а что мы сегодня видим? Мы сегодня видим, что происходит конфликт в другом месте, и вот освещается этот конфликт. Там критерии совершенно другие, там не обязательно мнение противной стороны, что думает другая сторона о тех или иных процессах. Мы видим, что освещается с позиции одной из сторон, но мнение в другой стороны, а при Оле понятно, что, скажем, это мнение, ну, скажем так, считается ошибочным, поэтому его не демонстрируют. Когда мы со своей стороны говорили, а почему к нам другое было отношение, ну, по отношению к нам приводили различные примеры, различные, скажем так, приводили доводы и так далее. Вот с такими... В отношении беженцев такая же ситуация, Ильгар Мали. То есть в отношении к беженцам такая же ситуация. Совершенно верно, да. Наши беженцы 30 лет, значит, были беженцами, и сейчас остаются, продолжают оставаться в качестве беженцев. Почему? Потому что они не могут вернуться на места их постоянного проживания. Но к ним отношение было другое. Мы говорили, что Азербайджан как бы богатое государство, оно как-то само справится. Поэтому наше общество с подобного рода оценками, к сожалению, уже свыклось. Ну, как свыклось? Мы понимаем, что вот есть такие двойные стандарты, которые, ну, как бы в мире присутствуют. Но мы не можем привыкнуть к этому. И правильно делаем, что не можем привыкнуть, и постоянно об этом говорим, потому что эта ситуация из ряда вон выходящая. Невозможно одни, значит, критерии применять к одним государствам, другие критерии применять к другим государствам. В одном случае говорит, что тут сепаратизм, это плохо, надо осуждать. В другом случае говорит, ну, знаете, это, конечно, сепаратизм, но это не совсем плохо, вы как-то сами договариваетесь, решайте. Вот такого рода примеров очень много, поэтому, к сожалению, вот эти самые индексы, эти подходы, эти, значит, инструменты у нас воспринимаются очень и очень скептически. Почему? Потому что они выборочные, они не универсальные, и они имеют определенные цели, цели и полагания. И, к большому сожалению, поиска справедливости в этом очень и очень мало. И как раз-таки к тому, что вы говорите, в общем-то, азербайджанское общество уже в этом убедилось. У нас время подходит к концу. У меня к вам, Самсон, мы начали первый вопрос к вам. Буквально, блиц, такой вопрос, если можно. Вот события января 2021 года, имеется в виду события вокруг и внутри Капитолия. Вот на ваш взгляд, через какой-то 2, 3, 5, 10 лет, как будут преподноситься эти события в учебниках истории? То есть, понятно, что там все-таки началось мирное вошедствие, а потом были какие-то нарушения. Вот ваш взгляд на это? Тимур, мне сейчас сложно об этом говорить, потому что, ну, у меня есть свое мнение об этом. Я, мне сложно об этом судить, как их будут преподносить. Но многое из того, что с прессой было связано с освещением событий, вот оно, конечно, говорит о том, что вот, мысли, которые вы проводили, что пресса имеет влияние, большое влияние, оно не всегда объективное, оно не всегда всестороннее, и оно настраивает общество в ту или иную сторону. Я считаю, что определенные ну, девиации от принципа свободы слова были допущены, и даже если они допущены были частными организациями и в рамках закона, то это все равно не та картина информационная, не то информационное пространство, которое должно быть у такой страны, как Соединенные Штаты. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Спасибо. Вопрос хороший. Спасибо за откровенную беседу. Самсон, напоминаем, что сегодня у нас в гостях были Самсон Кацман, американский журналист. Спасибо за ваше участие. Намик Алиф у нас в студии был, доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный полномочный посол. Спасибо за ваш серьезный такой взгляд на события. Ильгар Велизаде, доктор философии по экономике, политолог. Благодарим вас за участие, Ильгар Малим. Как вы видите, очень интересное мнение сегодня прозвучало, и не все так однозначно, как иногда кажется на первый взгляд, когда какая-то структура может считать, что она полностью права в том плане, что соблюдает права человека, и имеет право, ну, в буквальном смысле, выносить какой-то вердикт тому или иному событию. Конечно, вопросов много, как мы сказали в начале, сомнений еще больше. Но, слава Богу, мы на своем опыте уже убедились, на опыте республики, что далеко не все так однозначно, как кажется, внешнему миру. Оставайтесь с аспектами иностранных дел, будете в курсе многих событий международной жизни. и спасибо за внимание. Спасибо за внимание.